Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компании, у которой на огромном шестиярусном складе 200000 прекрасных и очень качественных запчастей. Сейчас мы находимся на третьем этаже и здесь у нас очень много кузовщины, то есть крышки багажника, капоты, двери, обшивки дверей. В общем, всё, что надо именно для вашего автомобиля. Сегодня мы добрались до супер редкого мотора. Итак, встречаем роторный двигатель Mazda Renesis. Компания Mazda является чуть ли не единственным автопроизводителем, которое на постоянной основе производило роторные двигатели. Роторные двигатели Mazda производились с 1967 по 2012 год. Хотя японский автопроизводитель начал это дело вместе с европейскими компаниями, такими как NSU и Citroёn. Формально роторный двигатель проще поршневого, но очень требователен к качественному и своевременному обслуживанию. У данного двигателя нет кривошипно-шатунного механизма, который превращает возвратно-поступательное движение во вращение. Этот двигатель сам создает вращение, причем все вращающиеся части вращаются в одном направлении. Здесь нет привычного газораспределительного механизма с пускными-выпускными клапанами, а также управляющими распредвалами. Сегодня мы расскажем о последней версии роторного двигателя Mazda. Вот этот агрегат называется RENESIS 13B MSP. Он снят с Mazda RX-8 2007 года. Кстати, этот мотор имеет меньший ресурс, чем роторный двигатель на Mazda RX-7. Самый главный враг роторного двигателя – это износ уплотнения ротора, а также игнорирование регламента его обслуживания. В данный двигатель надо заливать только качественное масло, своевременно его менять. Также надо своевременно менять свечи и катушки зажигания, попутно проверять компрессию и проверять маслофорсунки, чтобы двигатель не умер от отсутствия смазки и не расцарапал секции. Во многих случаях роторный двигатель уходил на капремонт уже при пробеге в 50 тысяч километров. Компания Mazda даже наладила восстановление данных двигателей. И вправду, если владелец вовремя приезжал на ремонт, то достаточно было заменить ремкомплект от компании Mazda. В руках хорошего владельца данный двигатель может пройти 150-200 тысяч километров. Как вы думаете, кому мы доверим разбирать вот этот редчайший мотор? Конечно, встречайте, Павел. Здравствуйте. Мы начинаем нашу разборочку. Дроссельная заслонка на роторном двигателе практически такая же, как и на поршневом, только очень большая. И проблем с ней не возникает. Впускной коллектор на роторном двигателе Mazda выглядит обычно. По вот этим уплотнениям могут возникнуть подсосы воздуха. И тогда двигатель держит повышенные холостые обороты, примерно 2000. Роторному двигателю для работы нужны по две свечи зажигания на каждой секции. Соответственно, здесь четыре катушки зажигания и четыре свечи. Катушки зажигания на роторном двигателе Mazda были проблемным местом. Ходили всего 30 тысяч километров. Инженеры Mazda два раза их усовершенствовали. Третий вариант никаких нареканий не вызывает. Также есть хорошие заменители и есть тюнингованные варианты катушек. Если проблема с катушкой, то двигатель стреляет в выхлопную трубу. Данные катушки зажигания уже пробиты. По вот этим следам мы видим, что искра здесь уже пробивала. Две свечи зажигания на каждую секцию необходимы, чтобы прожечь длинную камеру сгорания. Свечи иридивы работают последовательно. Нижняя свеча запальная, верхняя свеча дожигательная. Свечи надо менять каждые 30 тысяч километров. Комплект свечей NGK, такие как в данном случае, стоит примерно 140 долларов. Оригинал 200-260 долларов. До 2006 года роторный двигатель мог залить свечи во время запуска. Тогда водителям приходилось вынимать свечи, вынимать предохранитель бензонасоса и крутить стартером, пока ротор не проветрит секции. До сих пор нужно помнить, что этот двигатель может залить свечи, если его глушить на холодную. Роторный двигатель Mazda надо глушить хорошо прогретым, а знатоки рекомендуют перед тем, как глушить двигатель, раскрутить его до 5000 оборотов, а затем выключать зажигание. У роторного двигателя Mazda RX-8 шесть форсунок, четыре первичные и две вспомогательные. Все это надо для того, чтобы роторный двигатель хорошо работал. Впускной коллектор двигателя Mazda RX-8 снабжен тремя механизмами, которые управляют потоками воздуха. Все это надо для того, чтобы двигатель получал адекватное количество воздуха в зависимости от скорости его работы. Чем быстрее двигатель работает, тем больше заслонок открыто, а на пике двигатель получает воздух в секции через основные каналы и дополнительные. А вот здесь не поверите два штуцера, к которым подключаются два патрубка и впрыскивается жидкость для раскоксовки. А вообще, если у этого двигателя проблемы с уплотнением роторов, то впускной коллектор загрязняется маслом и сажей. Возникают вопросы по работе заслонок. Коллектор просится в чистку, а двигатель на капиталку. Роторный двигатель Mazda работает не только на воздухе и бензине, но и на моторном масле. За впрыск моторного масла в каждую секцию отвечает по две форсунки. Ресурс данных форсунок ограничен. Специалисты говорят о 50000 километрах. О неисправности форсунок говорит внимание, уменьшившийся расход масла. Диагностировать данные форсунки надо каждые одну-две замены моторного масла. На дорестайлном двигателе Mazda масляные форсунки оснащены обратным клапаном и сообщаются с атмосферой по трубке, которая входит во впускной тракт. Это необходимо для того, чтобы форсунки беспрепятственно подавали масло в секции во время разрежения и не продавливались, когда в камере будет повышаться давление. Поэтому проверка форсунок сводится к определению утечек. Можно снять вот этот шланг, подключить вакууметр, форсунки должны продуваться. А вот на рестайловом двигателе форсунки уже не сообщаются с атмосферой. Их надо снять и подать на них 3,5 бара. Форсунки должны продуваться. За подачу масла к форсункам отвечает отдельный маслонасос. Он дозирующий, то есть количество подаваемого к форсункам масла зависит от скорости вращения ротора. В конструкции роторного двигателя есть единственная. Роликовая цепь, которая приводит основной маслонасос. С ней никаких проблем не случается. Вот это носок эксцентрикового вала. Вот здесь находится масляный термостат, благодаря которому пока двигатель не прогреется, масло не впрыскивается в полости ротора. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а прежде чем начнется все самое интересное, хотели бы представить вам нашего партнера, ведущего поставщика новых запчастей, компанию ArmTech. Напомнить, что весь октябрь 2020 года для наших подписчиков и зрителей действует скидка 10% по промокоду STRONG. Назовите его при заказе либо же в любом магазине ArmTech. Получайте скидку. Все подробности в описании. А сейчас будет жара. Сначала мы расскажем, что здесь ломается. А потом расскажем, как это работает. Поехали. Установленные в вершинах роторов уплотнительные пластины Apex созданы с расчетом на износ. Износиться Apex могут на 0,8 миллиметра. То есть, если высота Apex меньше, чем 4,5 миллиметра, то Apex может выпасть под действием центробежной силы. И тогда он размолотит ротор и, естественно, оставит какие-нибудь отметины на гильзе. В таком случае ремонтировать мотор не имеет смысла. Можно купить БУ либо восстановленный мотор, либо же мотор под реставрацию, поставить на него ремкомплект Mazda. Повышенный расход масла, плохой запуск двигателя, либо же скачущий холостой ход – это первые признаки механического износа. Надо сразу же померить компрессию. Компрессия должна быть не ниже 6,5 бар. В идеале 8. Если компрессия ниже, то надо двигатель срочно ввести на капиталку. И тогда, если вовремя заметить, можно отделаться суммой в 2-2,5 тысячи долларов. Двигатель полностью разобран. Вот так выглядят роторы. Вот это корпус двигателя Stator, вот это его гильза, а вот это эксцентриковый вал. Вал опирается на направляющие шестерни, то есть их две с одной и со второй стороны, а также на коренные вкладыши. В роторах у него нет центральной опоры. Также вкладыши присутствуют в двух направляющих шестернях. Из-за проблем со смазкой страдают вкладыши эксцентрикового вала. Из-за того, что эксцентриковый вал крутится в три раза быстрее роторов, то роторы могут сместиться. И тогда под центробежной силой апексы могут выпасть и нанести повреждения поверхности статора. Что самое интересное, роторный двигатель не стучит и вот эта отвалившаяся деталь может очень долго повреждать поверхность гильзы. Чаще всего эти двигатели попадают на переборку из-за снижения компрессии. В лучшем случае это изношенные апексы, в худшем случае это отвалившиеся апексы и поврежденная гильза, а также поврежденные шейки эксцентрикового вала. А теперь, как это все работает. Ротор представляет из себя треугольник крюло с дугообразными сторонами. Между ним и корпусом статора образуются три рабочих полости. Вращаясь, ротор перекрывает впускные и выпускные каналы, сжимает топливно-воздушную смесь и выдавливает отработавшие газы. Сразу одновременно происходят три такта. За один оборот ротора происходят три рабочих такта. Эксцентриковый вал, на который передается произведенная работа, вращается в три раза быстрее ротора. Поэтому нехитрыми вычислениями мы получили, что на один оборот эксцентрикового вала приходится один рабочий такт. Если сравнивать с поршневыми ДВС, с одноцилиндровым поршневым ДВС, то там на один такт приходится два оборота коленвала. Серийные роторные двигатели Mazda имеют по две секции. В таком исполнении их можно сравнить с поршневыми четырехцилиндровыми четырехтактными двигателями. И то только по количеству рабочих тактов на один оборот выходного вала. И там, и там по два рабочих такта. Но по рабочему объему роторные и поршневые двигатели не сопоставимы. Самый распространенный двигатель Mazda 13b с двумя секциями, объем каждой 654 кубических сантиметра, всего примерно 1300 кубических сантиметров, сопоставим шестицилиндровым двигателем объемом 2.6, обычным поршневым. Роторы изготовлены из чугуна. Внутри они пустотелые. На боковых изогнутых сторонах есть выемки под камеры сгорания. Также в роторе есть несколько видов уплотнений. На вершине и на торце есть пластины, которые препятствуют прорыву газов, то есть выполняют роль компрессионных колец. Заметьте, что маслосъемных пластин на роторе нет. Однако на каждом роторе предусмотрены кольцевые уплотнения, которые находятся вдоль оси эксцентрикового вала. Здесь расположены маслосъемные кольца и компрессионные кольца. Компрессионные кольца препятствуют прорыву газов во впускные окна. А маслосъемные кольца уплотняют внутреннюю часть ротора, в которую подается масло для смазки зубьев, роторной шейки и подшипника. Статор – это алюминиевая деталь, его полость сформирована стальной гильзой. Статор состоит из пяти деталей, то есть двух секций и трех крышек. Все это крепится вот такими болтами, так как через все эти детали циркулирует антифриз, то болты снабжены вот такими сальниками. Отверстия впуска и выпуска находятся на боковых стенках статора. Они не имеют никаких запорных механизмов, то есть клапанов, а перекрываются боковыми стенками ротора. Напротив впускных окон всегда такт впуска. Ротор вращается, сжимает топливо-воздушную смесь. Вот так узко выглядит камера сгорания. Сначала срабатывает запальная свеча, потом дожигательная свеча, а потом газы, отработавшие, выходят через выпускной трактор. Есть ли преимущества у роторного двигателя? Есть. Удельная мощность роторного двигателя примерно в два раза выше, чем у обычного поршневого двигателя. Этот двигатель генерирует мощность постоянно, в нем отсутствуют неравномерно и неуравновешенно движущиеся части. Вот этот моторчик для Mazda RX-8 с объемом 1.3 выдает 258 лошадиных сил. А был еще турбированный роторный двигатель на Mazda RX-7, который выдавал 350 лошадиных сил. А какие же недостатки? КПД у этого двигателя низкая. Вот этот 1.3 литровый малыш может есть 20 литров топлива по городу. Почему же так происходит? Во-первых, рабочий ход здесь очень короткий и горящие газы не успевают передать всю энергию ротора. Во-вторых, площадь камеры сгорания большая и поэтому часть энергии отработавших газов уходит на прогрев ротора и статора. Третье. Смесь образования здесь проходит хуже и постоянно наблюдается прорыв газов. Разборка закончена и вот такой вот эксклюзивчик мы сегодня для вас привезли и разобрали. Пишите в комментариях, какие эксклюзивы вы бы хотели видеть еще. Надеемся, вам понравилось. Если вы хотите знать о моторах, коробках и бюджетных запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М».